Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов, и сегодня я вновь возвращаюсь к командному чемпионату Европы и хочу вам показать партию одного из главных специалистов по французской защите за белых украинского гроссмейстера Андрея Волокитина против грузинского гроссмейстера Тарники Саникидзе. Надо сказать, что здесь разница в классе очень большая, почти 2700 у Андрея Волокитина против 2450 у Саникидзе и этим обусловлено такой вот одноворотный характер партии. Надо сказать, что черным не удалось продемонстрировать всех идей французской защиты, но тем не менее мне показалось интересным разобрать именно эту партию, поскольку в ней встретился один из самых острых вариантов. Это вариант Венавера французской защиты и внутри варианта Венавера так называемый вариант отравленных пешек. Белые забирают пешку Ж7 и отдают весь центр, но зато забирают весь королевский фланг. И, конечно же, в этой партии я буду много раз обращаться к собственным анализам, к собственным партиям и попробуем найти, где же черные упустили возможности для контр-игры. Итак, белые подкрепляют пешку Е5, черные забирают на Ц3. И в этой позиции чаще всего белые немедленно возвращают Шерзя на поле Д3, но Андрей Волокитин делает более редкий ход, это взятие конем на поле Ц3. Пока ферзь остается в атаке, этот ход допускает за черных дополнительную возможность, а именно прыжок коня на поле Д4. Кому интересно это продолжение, я отсылаю вас к партии. Они шаги против Магнуса Карлсона 2018 года, которая также разобрана у меня на канале, и там мы подробно разбираем именно это продолжение. В нашей же с вами партии вместо прыжка коня на Д4 последовал ход А7-А6, что по сути дела привело к перестановке ходов, и после возвращения ферзя на Д3 перед нами основной вариант. Черные играют в слон Д7, готовят длинную рокировку, и здесь белые отступают конем на поле Е2. План, который давно еще рекомендовал в своей монографии Александр Халюфман. Идея белых в том, чтобы в нужный момент установить коня на поле Д4, блокируя черную пешку. И здесь, конечно, у черных огромное количество всевозможных продолжений. Я как-то пробовал в Блиц партии сделать длинную рокировку, но длинная рокировка здесь не очень удачна, ну и, собственно, партия это показала, белые сыграли ладья Б1, и на коне в 5 просто А3, и Ж4 согнали моего коня с поля в 5, потом белый конь встал на поле Д4, и вот, по сути, здесь белые осуществили свою основную задумку, установили блокадного коня. Я сыграл ферзь С5, коня поставил на С4, белые здесь играли, в принципе, неплохо, но вот до определенного момента у них был достаточно солидный перевес, и в этой позиции надо было просто им сыграть ферзь Ж3, прикрывая поле Ж2, ну и потом слона перевести на поле Д3, и у белых просто подавляющая позиция. В черном сложно найти контру игру, а пешки на королевском фланге постепенно приходят в движение. Но вместо этого мой соперник откровенно зевнул, сыграл слоном на поле Б2, ну и здесь проще всего в этой позиции конь Ж2, король Д1 последовало, и проще всего выигрывал просто взятие ферзь С5 на Б4. Персбит Б4, взятие пешкой, и потом вилка на Б2, взятие на Д3, ну и в этой позиции лишняя ладья у черных, я думаю, не нужны дополнительные комментарии. Так что мы с вами видим, что даже при длинной рокировке на самом деле белым нужно играть аккуратно, но объективно это не сильнейшее продолжение. Главный ход в этой позиции за черных, это ход ладья С8. Черные отказываются от длинной рокировки, но зато немедленно начинают контру игру по линии С. Здесь, конечно, тоже очень много теории. Не будем здесь все показывать, покажу лишь отрывок из своей, опять же, Блиц-партии. Там против меня армянский мастер сыграл ладья Ж1, я сыграл конь А7, перевожу коня, либо слона на поле Б5, вот конь Д4 устанавливают белые коня на блокадное поле, я пытаюсь сбить его с поля Б5, на слон Д2 размен Д4, второй конь с темпом идет на Ф5, в принципе, можно было и побить пешку С2, я думаю, в этой позиции. Ну и здесь белые, по сути, допустили решающую ошибку, отступив ферзем на поле Ф2, после чего, проще всего, я достигал победы, просто забирая пешку на С2, а потом ферзь готов в нужный вариант отправиться на поле Е4, и у черных просто подавляющая атака. Таким образом, нужно запомнить, что здесь ладья С8, это главный ход, после которого у черных лучшая контра игра, но в нашей с вами партии Санекидзе отправляет коня на поле А5. Надо сказать, я тоже поменял это продолжение раньше, но я его связывал немножко с другой идеей. Белые ставят коня на Д4, и вот я в партии по переписке в 2019 году здесь выпускал слона на поле А4, чтобы оказывать давление на пешку С2, и на ход слон Д2 ставил коня на поле С6, с тем, чтобы разменять коня белых на Д4. Размен на С6, взятие конем, и на ладья С1 длинная рокировка. Вот такая вот у нас была партия с Кузнецовым, 2019 год, ICCF по переписке. Надо сказать, что я получил здесь достаточно хорошую позицию, но тем не менее не смог удержать своего соперника, и на 80-м ходу мой соперник праздновал победу. Так что здесь тоже не все так просто. Ну а в партии Саникидзе решает оставить пока слона в домике, и вместо хода слона А4, как я играл, ставит коня на поле С6, пытается немедленно сбить белого коня с Д4. Ну что ж, Андрей Волокитин здесь поменяет очень классный прием, он отступает конем обратно на поле Ф3, и теперь мы с вами видим, что две черные лошади, по сути, мешают друг другу на сердцевом фланге, и как мы до конца партии с вами и будем наблюдать, так они там и простоят. Ну что ж, длинная рокировка от черных, белые играют ладья Б1, и здесь еще можно было завязать какую-то контр-игру, для этого нужно было применить стандартный маневр конь А7, с тем, чтобы перевести слона на поле Б5, и таким образом попытаться активизировать фигуры, тогда у черных еще есть какая-то игра, однако в партии Саникидзе решает применить другой типовой прием, но конкретно в такой расстановке он оказывается неудачным. Итак, черные играют Ф6, жертвуют пешку, но зато потом вскрывают центр путем Е6, Е5. Конечно, если смотришь эту позицию с шахматным движком, то движок сразу показывает, что это абсолютный бред, но в практической партии это кажется довольно опасным для белых, ведь белые явно отстают в развитии, их король до сих пор располагается на поле Е1, а черные вскрывают позицию в центре и пытаются добраться до белого короля. Тем удивительнее следующий ход белых, надо отдать должное Андрею Волокитину, следующие ходы он делал с максимальной точностью, вот здесь, в этой позиции, когда, казалось бы, белые должны стремиться к тому, чтобы завершить развитие и не допустить вскрытия центральных линий, Андрей Волокитин смело забирает пешку на Д5, ферзем прямо под отскок черного слона, прямо напротив черной ладьи, ничего абсолютно не боится, и это оказывается сильнейшим продолжением. Черные играют слон Ж4, нападают на ферзя, и ферзь С5, вновь сильнейшее отступление, ферзь сохраняет свою позицию в центре, ради того, чтобы не допустить отскока черного коня с поля С6, теперь в случае такого отскока белые немедленно меняют ферзей, а как вы понимаете, у белых уже 3 лишние пешки, и любой размен должен быть в их пользу. Итак, черные бьют на Ф3, взятие пешкой. Конечно, сумасшедшая позиция, 3 лишние пешки, 2 слона у белых, но при этом все фигуры, кроме ферзя расположенной на первом айду, король в центре, и стройные пешки по линии Ф, конечно, не украшают позицию, поэтому на практике возможен абсолютно любой результат. Тарники пытаются активизировать ферзя. Ферзь H7, грозит где-то шаг на H4, белые прикрывают это поле пешкой, и ферзь G6, нападая на пешку F6, и опять же шаг готовый объявить на G3. Здесь опять же Андрей Волокитин играет максимально сильно и максимально принципиально, ничего не боится, забирает он пешку на Е5, допускает шаг на поле G3, и спокойно отступает своим королем на поле Е2. Оказывается, что у черных попусту нет решающего продолжения, поскольку конь на поле F6 связан белым ферзем. Ну что ж, ладья Ж на Е8, черные теперь атакуют пешку Е5, белые подкрепляют ее пешкой с F4, и король B8 пытается освободить Санекидзе своего коня, чтобы ввести его в атаку, однако белые вовремя успевают прикрыть поле D4 слоном. Шаг на G4, король отступает на F2, и теперь ладья возвращается на G8, чтобы где-то шаги тут объявлять королю, однако ладья H3, Андрей Волокитин прикрывает поле вторжения, шаг на поле G1 его сильно не волнует, это всего лишь один шаг, черный находит способ подкрутить позицию ходом ладья D4, устанавливая ее под бой слона, желая все-таки начать объявлять белому королю шахи, но здесь Волокитин посчитал варианты, убедился, что взятие на F4 не приносит черным каких-то решающих выгод, и толкает вперед свои проходные пешки. Взятие на F4, взятие слоном, шаг, закрываемся ладьей, черные отыграли пешку на H4, и белый король смело идет вперед в атаку, у белых решающий материальный перевес, им нужно только убежать от преследования черного ферзя, шаг, король отступает на Е2, черные устанавливают ладью перед проходной пешкой, и теперь слон H3, подключают свои фигуры к игре белым, и на слон G7 следует добивающий ход ладья G1, мы видим, как функционально расположен ферзь, он защищает собственную ладью, и одновременно грозит взятием на поле F8, после чего ладья пойдет на G8, и это будет окончательная победа белых. Черные сдались в этой позиции, и, конечно, табун черных коней здесь вызывает довольно унылое зрелище, расположены они на краю доски, в такой вот коневой связке, так и не смогли они помочь собственному королю, не смогли создать каких-то проблем для короля соперника, и белые, по сути, без борьбы празднуют победу в этой партии. Что ж, Волокитин действительно хорош, но черные в этой партии напутали, конечно, все планы, упустили много хороших продолжений, ход ладья C8 не стали делать, хотя это самое надежное продолжение за черных, ну и даже дальше после коня А5, вот здесь все-таки слон А4 посильнее, как я играл, слон А4 с идеей вывести коня на C6, и где-то в какой-то момент оказывать давление на пешку C2, ну а в случае отступления коня на F3, как было в партии, теперь уже можно играть с слоном B5, и разменивать белопольных слонов через эту клетку. Что ж, ребята, кому понравился обзор, не забывайте ставить ваши лайки, подписывайтесь на канал, и играйте французскую защиту, несмотря ни на что. даже самые разгробные партии, как правило, происходят за счет ошибок игроков, а не за счет того, что у черных, ну прям, беда в позиции, и они ничего не могут сделать. Смотрите плейлист по варианту отравленных пешек, а с вами был Евгений Шувалов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok